Добрый день, Болтава! Сегодня 24 марта 2017 года. Начинаем еженедельный отчет Болтава Водоканала. Представляю вам Забышный Евгений Васильевич. Вы по должности главный инженер. Будем пытаться еженедельно, чтобы нам рассказали, что хорошего, что плохого произошло в нашем водоканале. Пожалуйста. Можно сказать, что за неделю, которая прошла, службы и бригады аварийные работали в штатном режиме. Единственное, штатный режим на сегодняшний день это только выполнение аварийных работ. Это, к сожалению, минус большой в нашей работе, но пока пытаемся переломить эту ситуацию, выйти на какие-то плановые работы. По итогу недели прошедшей по службе водоснабжения было 118 заявок поступило в диспетчерскую службу. По проблемным вопросам связанного с водоснабжением. Я считаю, что это много. Потому что каждая, можно сказать, вторая, третья работа, заявка от оппонентов связана с водоснабжением именно с аварийной ситуацией, которая связана с порывом трубопроводов, которые зачастую связаны, ремонт связан с проведением земляных работ. Кто-то делает земляные работы и нарушает водоснабжение? Нет, имеется ввиду, что трубы старые рвут, и нам приходится нарушать как раз элементы благоустройства города, которые потом, впоследствии, тоже негативно люди воспринимают это тоже. Вот водоканал накопал, там, там, там. Ну, это такая, так сказать, хотим воды, надо терпеть. Надо терпеть, и в данной ситуации просто сети старые, все старое, когда мы боремся с этим пока в аварийном режиме. Хотим, конечно, у руководства сейчас есть амбициозные планы по изменению этой ситуации, выйти на какие-то, на привлечение дополнительных средств, для того, чтобы мы могли планировать и выполнять перекладки именно сетей, которые приведутся на протяжении двух лет. Это в перспективе. Что за последнюю неделю? За последнюю неделю, вот, как я сказал, 118 заявок, выполнено 15 раскопок. То есть, это раскопки, где применяется тракторная техника, раскапывается, асфальт нарушается, то есть, восстановление подземных коммуникаций происходит. Из колодцев 41 штука заявок выполнена. То есть, утечки в колодцах, это мы откачали воду, отремонтировали, там заменили запорную арматуру, либо тоже кусочки труб меняем в колодцах. И в связи с восстановлением этих аварийных работ, выполнено 35,7 метров, это заменено на новые трубопроводы. Но, опять-таки, я же повторюсь, что это не плановые какие-то замены, а это связано именно с восстановлением аварийных работ. Это цифра маленькая, так скажем, за неделю, но, как бы, все равно, как бы, удается все-таки кусочки, где стараемся совмещать, как бы, где видим, что проблемный участок трубопровода, который приведет локальное восстановление, приведет к последующему, что через неделю, через неделю опять может там возникнуть авария, то стараемся маленькими кусочками все-таки производить замену, когда ситуация позволяет. По службе водоотведения 205 заявок поступило на проблемы с канализацией города. Здесь, как бы, особый такой момент с канализацией, как бы, ситуация очень сложная сейчас у нас в городе. Ну, она, как бы, такая же ситуация по всей Украине. Нельзя сказать, что это только в Болтаве такая проблема. Везде проблема, потому что сети старые, они строились, как бы, в один момент, так скажем, у нас в нашем городе, то вообще, как бы, ситуация исторически сложилась, что с 30-х годов начиналось, так бы, строительство, развитие канализационной системы города. Потому много сетей работают еще с тех времен, они не обновлялись, как бы, тут только поддерживается их состояние рабочие силами наших бригад, как бы. Потому количество 205 за неделю заявок, это, я считаю, для канализации очень много. Тем более, что засоры канализации приводят к изливам в некоторых местах, чтобы вода... Опять мы сталкиваемся с тем, что граждане довольно часто, не задумываясь, используют водоотводные системы. В том числе, как бы, нельзя сказать, что все эти заявки и за граждан, и за их качественное обслуживание. Ну, не все, но есть процент. Есть процент такой, да. Ну, в большей своей степени, все-таки, проблема глобальнее, то, что сети изношены, разрушены участки канализации, это перекачки, которые стоят по городу, это все влияет на саму работу сети. А когда еще и жители, как бы, пользуются, то это, вообще, приводит к катастрофической ситуации, которая на сегодняшний день есть, и мы пытаемся тоже, как бы, дополнительно людей привлекаем, как бы, увеличим количество бригад аварийных, когда вот всплески у нас, особенно после выходных дней, после субботы, воскресенья, как бы, в понедельник, на вторник до 40, до 50 заявок в сутки поступают, как бы, вот, с выходных выход, потому, как бы, стараемся максимально увеличить количество бригад по локализации этих проблем. Из этих 305 заявок, которые, да, раскопка одна ведется там по Дмитриеву, 7, сейчас перекладка ведется, по Катюбинскому, 13, как бы, готовимся к перекладке, как бы, там, локализовали провал, как бы, стоки пропускаем, подготовили обводную линию, насосный ряд уже установили, то есть подготовились к производству работ, но сейчас ждем, чтобы бригада освободилась, как бы, один объект закончить и переходить плана на другой. Привлекать, как бы, со стороны бригады, объективно, для нас лучших на сегодняшний день, нанимать, как бы, на выполнение серьезных аварий специальные бригады, которые, организации, их не так много, особенно в нашем городе, ну, привлекается привлекать со всей Украины, но, опять-таки, этот вопрос упирается в финансирование, потому, как бы, за свои деньги тяжело нам сейчас из бюджета, как бы, месячного оторвать, потому пытаемся своими силами восстанавливать и работниками своих служб. И проводятся также работы у нас не только по Полтаве, а и по области, потому тут еще тоже областной предприятие, потому, как бы, мы, еще возникает вопрос распыления, когда серьезные вопросы, то нам приходится бригады посылать, как бы, по районным нашим участкам. Ну, ежедневно по городу работает около 10 единиц специализированной техники и больше 15 машин, как бы, аварийных, по бригадам, как бы, по водоснабжению, по водоотведению. Электротехническая служба у нас тоже занимается, электролаборатория, то есть у нас хозяйство, да, очень обширное. Также работает у нас круглосуточная диспетчерская служба. Номер телефона, говорите? Номер 569600, он во многих случаях, как бы, уже, кто сталкивается с водоканалом, те знают, но, все-таки, иногда людям приходится говорить, что есть у нас диспетчерская круглосуточная, не многие знают, как бы, еще есть. Ну, подчеркиваем лишний раз. По работе диспетчерской тоже пытаемся улучшить ее работу в отношении того, что были, там, жалобы раньше людей, там, не всегда можно дозвониться, то есть, когда большой наплыв, действительно, как бы, загружено. Ну, дополнительные линии ставим телефонные, дополнительные номера пытаемся вводить сейчас. Диспетчеров тоже, там, перестановки делаем в кадровых, чтобы было, там, в наплыв, как бы, звонок больше, но и обработать, чтобы чувствовалось, как бы, людям, что их слышат, и они в любую минуту могут обратиться за помощью, как бы. Это немаловажно на сегодняшний день. Также у нас работает химпак-лаборатория, которая проводит ежедневные отборы проб воды. О, это важно. Как по водозаборам, так и по сетям города. То есть, мы из водоразборных колонок, которые еще, как бы, по городу есть. В нашем, если взять, как бы, по Украине есть города, которые уже ушли от этих водоразборных колонок общего пользования, так скажем. У нас еще, как бы, большое количество их, там, больше 400 еще по городу функционирует, как бы. И пытаемся тоже с этим, как бы, с безучетным разбором воды, как бы, морно-трасса, так скажем, пытаемся избежать, что люди там набирают, не всегда там открыл, ушел, там не закрыл. То есть, пытаемся переоборудовать их под ключ, так скажем, раздаем их ключи абонентам, которые в зоне радиоседействия этой колонки... Которые платят за эту воду. Которые платят, являются нашими абонентами по этой, пользуются этой колонкой. Эта работа ведется постоянно. Химбак-лаборатория именно акцентирует свое внимание на отбор проб из этих источников, открытых водоразборных колонок. Что с водоразборных колонок? На сегодняшний день проблем особых нет, когда бывают небольшие сбои. Они, в основном, связаны, либо там, локально, где-то, с неисправностью водоразборной колонки, либо там, с раскопкой водоразборных колонок. То есть, это битарят? Где-то рядом, то потому мы на все реагируем молниеносно, потому что это очень важно. То есть, по химическому никогда у нас нету сбоев, потому что у нас вода, вы знаете, поднимается из артезианская вода, из глубины 700 метров, как бы там на той глубине не живут ни бактерии, ничего. То есть, вода у нас идеальная. Единственная проблема вот с системой распределительной трубы. Качество воды теряется, проходя по этим отложениям в трубах, потому мы вынуждены и проводить ее обеззараживание, с водозаборных площадок, но это минимальная, там процент ипохлоридом хлора сейчас проводим, обеззараживание. Это не вредно, не так, как раньше было хлоргаз, но использовали, потому там было чуть-чуть концентрации другие, чуть-чуть, но вредность была более. Вода вся отвечает Санпину, который сейчас введен и действует у нас. По сравнению с Европой, конечно, есть вопросы, потому что там показатели, которые мы берем за основу и говорим, что у нас вода хорошая, в Европе там их практически в три раза больше. Берут они показатели, по которым ведут они проверку и свои выводы делают по качеству воды. Потому как тоже есть куда двигаться, как бы есть чем заниматься в этом. Ну, насколько я понял, за эту неделю пока есть все. Или есть что-то еще сказать? Хочу сказать, да, жители, чтобы относились с пониманием к нашим проблемам и к нашей деятельности. Потому что предприятия все-таки коммунальные, потому что иногда люди с пониманием, а иногда, конечно, когда видят там, или в кране нет воды, или когда канализация не вытекает, все вспоминают не в хорошей нотке. Но мы есть, мы стараемся для жителей сделать что-нибудь полезное все-таки, чтобы избежать большого количества этих... Ну, мы сделаем проще. Значит, вопросы к Водоканалу в течение недели, в личку, в комментах пишите. Будем аккумулировать, будем у вас спрашивать. Уж не обессудьте, если где-то будем вас критиковать. Вы существуете, вы работаете, а тот, кто работает, соответственно, тот и получает. Тут ничего удивительного нет. Всем удачного дня, ждем вопросы какие-то. Только так, сразу предупреждаю, вопросы буду отделять, вопросы только серьезные принимаются, глупости будем отсеивать, и их даже озвучивать не будем. Всем удачной недели, удачного дня, хороших выходных. Пока-пока.